Боевой баян Давайте отмотаем несколько десятков лет и перенесемся в 30-е годы прошлого столетия в семью Михаила и Ульяна Винокурова, у которых подрастало три сына – старший Василий и близнецы Николай Иван. Прям как в сказке. На пороге осень 1938 года и призвали старшего брата Василия в рабоче-крестьянскую Красную Армию служить в танковую часть на Дальний Восток. Быстро промелькнула зима, наступила весна, а с ней прилетела из дома весточка. Младшие братья тоже готовятся к службе в армии. А что, если предложить братьям служить вместе с вами, посоветовал комиссар полка. И полетел запрос о призыве близнецов в Москву самому наркому обороны Ворошилову. Инициативу сибиряков в Кремле поддержали. Так появился комсомольский танковый экипаж братьев Винокуровых. Служили парни достойно. Забоевали звание лучшего экипажа. Награждены нагрудным знаком за отличную стрельбу из танкового оружия и благодарностями от командования. А вместе с ними служил и верный друг Баян. Он поднимал настроение, облегчал солдатские будни, связывал с родным домом. Раскудрявый, клен зеленый, листы зной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен пудрявый, раскудрявый, листной. Война. В июле 1941 года танковую роту, в которой служили братья, погрузили на железнодорожные платформы и отправили на фронт. В боевой обстановке Василий, Иван и Николай проявили себя храбрыми и мужественными бойцами. Немало славных подвигов совершили они на своей боевой машине. 19 октября 1941 года в деревне Исакова немцы окружили два наших пехотных полка. Экипажу Винокуровых была поставлена задача уничтожить несколько блиндажей противника и обеспечить выход наших бойцов из окружения. Боевую задачу выполнили на отлично, но танк попал под огонь противника. Контузила механика водителя Ивана Винокурова, погиб башенный стрелок Николай Винокуров и командир танкового взвода лейтенант Василий Смирнов. После боя на танке насчитали 10 пробоин от снаряда. Василия и Ивана отправили в госпиталь, а Николая Винокурова и лейтенанта похоронили в лесу. За мужество и героизм весь экипаж, братьев, наградили орденом Красного Знамени. Иван и Василий прошли нелегкими фронтовыми дорогами до Днепра. Прошел этот путь и их друг Боян. Он звучал на привалах, в землянках, снимал усталость, придавал силы, вдохновлял на бывые подвиги. Боян, боец, называли его они любя. Не секрет, что во время войны гармонь и Боян, более других инструментов поднимали боевой дух солдат. Укрепляли веру в победу. Уже в конце лета 41-го года на фронт отправили около 12 тысяч этих инструментов. А осенью этого же года еще 60 тысяч. Говоря сегодня о войне, нельзя не сказать и о военной песне. Они звали в бой, скорбели о погибших, вселяли бодрость и напоминали о далеких любимых. Прошло 75 лет, но песни тех огненных лет трогают душу своей прямотой, трагизмом и душевностью. То, что грело и поднимало, незабываемо. Сегодня песни военных лет одинаково близки с седым ветеранам и молодежи. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника в юге на зло, заплутавшая счастье. Зови мне в холодной землянке тепло, О твоей негазимой любви. Мне в холодной землянке тепло, О твоей негазимой любви.